Тема моего выступления объединение сведений и требования к программному обеспечению канцер-регистров. Мы позавчера слушали уже достаточно много выступлений, в том числе и о существующих уже программных средствах и о методике сбора данных. Среди прочего звучали такие вопросы, а что же нам, например, делать, если у нас 10 записей к одному пациенту, соответственно, вот именно этой тематике будет посвящена моя презентация. Область применения в том числе и госпитальный регистр, но мы сегодня в основном о популяционных регистрах разговариваем, поэтому в первую очередь все-таки будем на них специфицироваться. То есть регистр, получающий внешние данные из различных систем. В чем состоит задача регистров? Мы об этом уже много раз говорили, но еще раз повторим сбор, хранение, обработка и анализ информации. Источники данных. Регистра – это первичная диагностика, поступление данных из специализированных учреждений, терапевтические центры, лаборатории, отделы ЗАГС и прочие участники процесса лечения и сопровождения онкологического пациента. Формы поступления данных. Это может быть как бумажные носители, так и электронные носители. Данные могут быть структурированными, так и не структурированными. Надя показывала нам очень красивые картинки. Медицинская карта больного, где открытым текстом написано все, что врач думает по этому поводу. Соответственно, со всеми этими данными система канцерегистра должна уметь общаться. В конечном итоге, получив все эти данные, они превращаются в такую немножко сложную форму. Это фактически структура базы данных, не что иное, как куча таблиц, которые связаны между собой с помощью каких-то ключей, индексов и прочих слов, которые нормальные люди не обязаны знать. Соответственно, первое требование к программному обеспечению канцерегистра это наличие функции импорта информации различных типов. То есть, пришла дискета с какими-то данными, нужно ее считать, перевести в нужный формат, занести в базу. Кто-то прислал зашифрованное письмо по электронной почте с какими-то данными, либо вообще заполнил формуляр и прислал его в регистр. Соответственно, работники регистра должны иметь возможность этого формуляра в бумажном виде, заполнив информацию, каким-то образом ввести в базу данных. Второй раздел работы регистра – анализ данных. В каком виде анализируются данные? Это какие-то стандартные сводные отчеты Министерства здравоохранения или руководства регионов. То есть, сводные отчеты в сфере здравоохранения. Либо предоставление данных какому-то получателю, который хочет с ними напрямую поработать. Не просто какой-то сводный отчет, а сами данные. Хочет лично проанализировать, свободное от работы время. Нечем ученому заняться. Он займется статистическим анализом данных в онкорегистр. Обратная связь с поставщиками, на мой взгляд, важнейшая компонента для функционирования эффективного регистра. Поскольку, когда медицинское учреждение просто отправляет данные в регистр, ничего оттуда больше не слышит. У них мотивация стремится к нулю. И в конечном итоге вы либо совсем переставите получать данные, либо получаете данные недостаточно четко и полно-заполно. А если вы регулярно какие-то результаты своей работы и что-то полезное обратно сообщаете поставщику данных, то он видит пользу сотрудничества с вами. И, естественно, все данные в полном объеме вам направляет. Далее, кластерный анализ. Что имеется в виду? Рядом с атомной электростанцией, с основным баром, например, или вдоль линии электропередач через Санкт-Петербург. Бабушки, соседки считают, что у них повышенная инциденция, повышенная заболеваемость. Соответственно, они обращаются к вам с просьбой проанализировать, как в их регионе вообще обстоит дело с онкологией. Есть ли какие-то особенности? Аналогичные запросы СМИ, которые услышали об этих разговорах и обратились к вам с просьбой предоставить информацию. Ну и, естественно, научные исследования, о которых я уже говорил. Соответственно, проанализировав данные, ваш регистр ежегодно публикует какие-то отчеты, либо предоставляет данные в картографической форме, вплоть до того, что вы можете иметь свой сайт, где анонимизированные, агрегированные данные через интернет могут быть доступны любому гражданину, который хочет посмотреть, что и где зафиксировано в органах наших здравоохранения относительно онкологии. Назад работает. Вперед тоже. Вот пример картографического представления данных в плане заболеваемости тем или иным видом онкологического заболевания по районам или даже микрорайонам нашей земли Шлезу и Гальштейн. Помимо этого, анализ делается не только вами в масштабах вашего субъекта федерации, либо района, но и существуют разного рода международные проекты, в которых у вас запрашиваются данные для их агрегирования на уровне страны, Европы или всего мира, вот как пример здесь проект Оэрокер или European Cancer Observatory, либо справа наверху наш общий федеральный отчет, который также публикуется ежегодно. Соответственно, требование второе – наличие функций экспорта информации для того, чтобы их можно было, выгрузив из канцерегистра, обработать самостоятельно или передать заказчику. В общем и целом анализ данных – это не что иное, как какие-то таблицы, диаграммы или в случае картографического представления информации карты, которые в нашем случае, в случае онкологического регистра отражают заболеваемость, смертность и выживание пациента. Вот, как пример, стандартный отчет по колоректальным карциномам – заболеваемость, смертность разделена по полу, и, соответственно, такой стандартный отчет также ежегодно публикуется регистром. Следующая страница этого отчета – графики по заболеваемости и смертности по различным органам. Соответственно, третье требование к системе – это наличие системы создания отчетов, как стандартных, типовых, так и произвольно конфигурируемых, то есть должна быть предоставлена пользованностью возможность не только нажав на кнопку «Получить стандартный результат» за стандартный промежуток времени, год или квартал, но и какие-то дополнительные параметры задать и по ним сконфигурировать какой-то запрос к системе и получить, соответственно, ответ на нем. Вот, как вариант, по мезотелиоме – запрос, можно задать интервал возрастной, пол, с какого периода, и получить заболеваемость и смертность по пятилетнему в случае слеза удачной. Аналогичный запрос для предоставления данных в графическом виде, с графиками по годам. Помимо требований есть еще так называемые пожелания к системе, но это не только к канцерегистру, но и в принципе к современной любой информационной системе. Это конструктор экранных форм, конструктор печатных форм, чтобы человек, работающий с системой, мог как-то изменить дизайн документа, либо добавить какие-то новые документы самостоятельно, без обращения в IT-компанию. Конструктор запросов к базе данных с фильтрами и выборками. Автоматическое заполнение полей, если вручную приходится вводить данные, чтобы автоподстановка имела место быть. Разграничение прав доступа, безусловно, если несколько человек работает с данными, каждый должен иметь доступ только к своим данным, протоколирование работы, чтобы знать, кто в случае чего ввел, может быть, неправильные данные, соответственно, чтобы можно было контроль качества работы сотрудников осуществлять. Возможность добавить новые команденты в базу данных, опять же, без привлечения разработчика, то есть не жесткая структура, а динамическая структура базы данных. Ну и, естественно, дополнительные пользовательские справочники, чтобы, если хочется задать новое поле в системе, также оно могло быть как классификатор заложенный, типы, кодирования, также смогли бы быть заданы пользователи. Значит, мы услышали об основных требованиях, и теперь мы переходим к теме объединения записей. Вообще, о чем, собственно, идет речь? Под объединением записей мы понимаем создание единого акта того или иного пациента, который зафиксирован у вас в регистре, потому что вы получаете по нему информацию из разного рода системы, ее может быть много, и нужно соединить ее поедино, чтобы в конечном счете у нас появился отчет о пациенте и его заболеваниях. Содержимое база регистра грубо можно представить как следующую схему. В первую очередь, это пациент, человек. Дальше у него может быть одна или несколько опухолей, и, соответственно, по каждой из его опухолей у вас есть какие-то сообщения или записи, которые характеризуют эту опухоль своими параметрами. В чем проблема? Чтобы вот эти связи организовать, нам нужен единый идентификатор. И вот его-то как раз, к сожалению, он не всегда есть в нашем распоряжении. Если мы возьмем, например, какой-нибудь скандинавский, в первую очередь финский регистр, там по всех медицинских данных присутствует страховой номер пациента, номер социального страхования, он уникальный, соответственно, там ничего искать не надо. Если этот номер существует в поступившей информации, вы автоматически знаете, о каком человеке идет речь. В Германии, к примеру, подобного рода информации не существует. В России также закон о защите персональных данных достаточно суров, поэтому никакого уникального номера, как, например, СНИЛС, насколько я знаю, в медицинских актах не фиксируется. И, соответственно, с помощью СНИЛС вам не удастся объединить данные по одному и тому же пациенту. Это был бы идеальный вариант, но он, к сожалению, невозможен. Поэтому наша задача встать в том, чтобы из всей имеющейся в нашей наличии информации установить, что она принадлежит как раз-таки к одному и тому же человеку. Вот немножко по-другому структурировано. Вы имеете, к примеру, у одного пациента две опухоли и порядка 6-8-10 сообщений, которые поступили из ЗАГСа или от терапевта, или от патолога. Вы должны сопоставить связи, какая из этих записей относится к какой из опухолей данного человека. Вот это, собственно, основная задача линковки записей для того, чтобы получить в конечном итоге продуктивный результат, описывающий действительное состояние заболевания человека. Итак, мы переходим к процессу линковки записей. Это анализ и сравнение нескольких записей базы данных с целью их интеграции. И, соответственно, основное требование к программному обеспечению – это наличие системы линковки данных и, безусловно, их проверки, потому что прежде, чем начинать линковку, записи нужно выяснить, а все ли то, что в записи базы данных поступило к нам, оно, вообще говоря, достоверно. Здесь, как пример, различные источники поступления информации. От участкового терапевта, подозрения на диагноз, из больницы, где больной госпитализирован, гистологическое заключение и, например, судействие о смерти и ЗАГСа, все они поступают к вам в регистр и должны быть в конечном итоге объединены в одну запись, в сводку информации о данном пациенте. Прежде чем начинать линковку, нужно проделать ряд проверок, для того, чтобы, возможно, сразу же на первом этапе либо отказаться от приема данной информации, либо запросить ее корректировку. Например, пол мужской, диагноз С50. Это, вообще говоря, не ошибка, так как случается такое, но это крайне редкий диагноз, поэтому следует уточнить, не ошибся ли человек, поставив вам эти данные из своей системы при документировании пола пациента. Аналогичная ситуация женский пол и диагноз С61, рак простаты у женщин исключен абсолютно, поэтому это стопроцентная ошибка, соответственно, эти данные в систему запускать, в принципе, нельзя. Есть какие-то сомнения по этому пункту? Операция по смене пола, если была проведена, да, конечно, не исключено. Значит, далее. Предупреждение по возрасту и по локализации, допустим, рак почки в возрасте до 9 лет, также крайне редкое заболевание, но чисто гипотетически возможно. Аналогичные проверки должны быть проведены по полям типа дата. В соответствии, даты рождения, даты смерти, даты диагноза, безусловно, должны быть в возрастающем порядке. Если это не так, то, может быть, кто-то опечатался. Проблема переворота цифр при наборе на клавиатуре всем известна. После того, как вы данные проверили, они поступили в базу, нужно уже установить связь. Имеют ли две записи под собой действительно одного и того же человека и одну и ту же опухоль данного человека, так как это, собственно, критерии объединения данных в популяционном канцер-регистре. Значит, проблема при линковке записей. Основная проблема состоит в том, что сравниванные элементы, они не обязательно идентичны у одного и того же человека. К сожалению. Почему? Ну, во-первых, человек может переехать. Соответственно, адрес у него поменялся. Может поменять фамилию. Поэтому очень важно, особенно для женщин, чтобы девичья фамилия также по возможности фиксировалась в базе данных онкологического регистра. Опечатки. Это самая частая ошибка документирования. Если вручную ввод данных, то естественно, что фамилия, имя или отчество совершенно спокойно может быть пропущена одна или несколько букв, либо они опять же могут быть переставлены местами. Или кто-то в рукописном тексте использовал сокращение, в том числе в имени человека или в его адресе. Все эти вещи приводят к тому, что поступившие данные неоднородны, хотя, возможно, относятся и к одному и тому же пациенту. Следствие недостаточного анализа подобного рода ошибок, в конечном итоге, недостоверные отчеты по заболеваемости и по выживанию. Значит, типы ошибок. Аммоним ошибка. Мы объединили два сообщения о разных людях. То есть нам пришло две записи. Мы решили, что это один и тот же человек объединили. Результат у нас каков? Мы занизили заболеваемость, либо завысили смертность. Синоним ошибка. Два сообщения об одном человеке не слинкованы. Что мы таким образом сделали? Завысили заболеваемость, либо наоборот, занизили смертность. Соответственно, и то, и другое не есть хорошо. Следующая проблема – это, в принципе, ресурсоемкость данной процедуры. Мы должны поступившую запись сравнить со всеми, которые у нас уже имеются. То есть операция умножения, мультипликация. Для примера, заболеваемость 20 тысяч в год, новых записей при этом порядка 70-80 тысяч. То есть мы исходим от того, что где-то 3,5-4 сообщения на человека к нам как минимум придут, а может быть и больше, вплоть до 10, как уже говорилось. В результате, через 5 лет работы регистра, 9 новых, 10 новых записей – это уже 4 миллиона операций сравнения. И это только по записям. Если мы еще умножим десяток полей, то это, соответственно, уже существенно больше. Соответственно, даже при современной вычислительной мощности, вычислительной технике, все равно когда-то мы оказываемся на пределе на примерах у нас в предыдущие годы общий анализ регистра на наличие двойников занимал при комплексной, рутинной, годичной перепроверке больше недель расчетного времени. Теперь уже перейдем к конкретному методу, который мы используем в нашем случае для анализа принадлежности сообщений к одному и тому же человеку. Так называемый метод вероятностной линковки, предложенный в 1969 году Иваном Филеги и Алланом Сантером. Суть его заключается в выборе сравниваемых компонент. То есть мы выбираем некоторые компоненты записи данных, записи базы данных, оцениваем уровень их влияния на результат сравнения, сравниваем эти компоненты с учетом того, какое значение они имеют. И это значение влияет на коэффициент соответствия. Потом складываем полученные результаты, получаем так называемую компонентную сумму, то есть общий коэффициент сравнения. И этот результат является критерием принадлежности двух сообщений к одному человеку или нет. Операция ресурсоемкая. Для того, чтобы ограничить ресурсоемкость, еще предлагается минимизировать количество сравнений за счет исключения части записи базы данных из процедуры сравнения, как заранее гарантированно неподходящих к данному пациенту. Теперь немножко деталей. Без формул тоже не обойдется. Коэффициент соответствия считается как сумма коэффициентов по компонентам. Если компоненты совпадают, формула наверху, если не совпадают внизу. Значит, вероятность M. Это вероятность того, что для одного и того же человека его компонента будет выглядеть точно так же. То есть, например, имя или фамилия человека в двух разных записях будет одинаково. Казалось бы, само собой разумеется. Увы, нет. Это вероятность всегда меньше единицы именно с учетом опечаток и прочих сокращений и так далее и тому подобное. Значит, эта компонента вот по гипотетическим данным по фамилии 0,975 или 97,5 процентов. Практика показывает, что еще меньше. По нашим фактическим данным 97 процентов. По имени еще меньше 96,8. По полу почти единицы, три девятки после нуля. По населенному пункту 0,84. То есть, миграция населения оказывает свое влияние. То есть, фактически по одному и тому же человеку с вероятностью 15 процентов он переехал за время до следующего сообщения о его состоянии здоровья. И, соответственно, противоположная компонента. Вероятность того, что фамилия, имя или адрес проживания совпадут у человека, но это при этом все равно будет не тот же самый человек, а кто-то другой. Эта компонента рассчитывается на основании данных популяции. То есть, фактически по данным статистических бюро проживания по населенным пунктам здесь, опять же, без контакта с другими организациями не обойтись. Паспортные столы можно привлекать и так далее и тому подобное. Возьмем для нашего случая, у нас в субъекте федерации Шлезвий Гольштейн, 500 тысяч записей в базе данных регистра, самая популярная фамилия Петерсон, это аналог, наверное, Петрова в России, 3000 человек с одной и той же фамилией, при этом все разные люди. Соответственно, 0,6% вероятность того, что при фамилии Петерсон окажется другой человек. Пример расчета. Две фамилии Книб и Петерсон. Книб включается крайне редко. Там у нас 5 нулей перед запятой. По Петерсону только 2 нуля перед запятой. Соответственно, если совпала фамилия Книб, то вероятность того, то коэффициент соответствия 5,6, а если совпала фамилия Петерсон, то коэффициент соответствия 3,2. Соответственно, существенная роль. За счет использования логарифмов мы, опять же, при несовпадении компонент оказывает менее существенное влияние. Итак, мы для каждой компоненты считаем это значение V. Если компоненты не заполнены, приравниваем его к нулю. И, соответственно, просуммировав F, мы получаем коэффициент соответствия двух записей, на основании которого принимается решение о том, будем мы объединять записи или не будем. Эта граница плюс-минус значения задается на основании опыта. То есть, фактически, первое время работы этой системы ручной контроль, безусловно, должен быть, чтобы увидеть, какие, вообще говоря, вы получаете суммы этих коэффициентов. При совпадении или несовпадении, тогда уже оператор, который контролирует эту процедуру, задает границы, верхнюю и нижнюю, и между ними есть еще, то есть, гарантированно, где абсолютно мы уверены в том, что пациенты совпадают, либо серая зона, где значения коэффициентов таковы, что не обойдется без ручного контроля данного сообщения. Для примера, еще раз, какие элементы сравниваются? В германском случае. Фамилия, имя, дата рождения, день, месяц и год. Причем, очень важно перекрестное сравнение этих элементов, так как при документировании даты может быть ошибка в месяц или в дне, может быть, день перепутан с месяцем, может быть, внутри каждой из дат также переворот. Поэтому перекрестное сравнение. Дальше фамилия, имя. Также перекрестное следует сравнить, потому что может также произойти ошибка при конвертации данных, поле имя оказалось в поле фамилии. Улица, индекс, населенный пункт России, отчество, безусловно, должно быть подключено к этому, девичья фамилия, ранние имена. Это достаточно много параметров. И если всех их сравнивать между собой, то процедура займет слишком много времени. Поэтому прежде чем проводить это сравнение, существуют так называемые блоковые переменные. Что это такое? Фонетический код фамилии. В России, я так полагаю, фонетический код также имеет место быть. Я буду его показывать на примере немецком, когда одинаково звучащие фамилии объединяются для сравнения. Были ли там грамматические ошибки, возможно, или точнее ошибки орфографически допущены в процессе их правописания. Вот пример стандартизации на примере немецкого алфавита. Разделяем мы фамилию, если она двойная или тройная, как римский Корсаков, это очень популярно в Германии, либо двойное-тройное имя у человека, также очень популярно в Германии. Соответственно, все эти составляющие имени разделяются на отдельные компоненты, для того, чтобы впоследствии можно было произвести их перекрестное сравнение. После этого проводятся конвертации к фонетическому коду данной фамилии. Для примера, в левом столбце фамилия Майер, очень распространенная немецкая фамилия, но при этом вариантов ее написания вот тут шесть штук. Звучит абсолютно одинаково, пишется, как Бог на душу положит. Кому как больше нравится, то так и пишет. Если человек приходит к врачу и не занесли данные с его карточки, а записали на слух, то возможны все варианты. И то же самое Шмидт. Абсолютно аналогичная ситуация. Поэтому проверяются все Шмидты, какие бы там, как бы они ни были написаны, все равно они должны попасть в процедуру сравнения. Потому что если совпадет дата рождения, совпадет имя, то правописание фамилии в данном случае можно пренебречь. Вероятность того, что это один и тот же человек, существенно выше. И здесь, соответственно, алгоритм. Новая запись сравнивается с существующими записями. Сначала через блоки линковки устанавливается в принципе объем записей, где вообще говоря следует искать. То есть какой-то из элементов совпадает. Таким образом мы отсекаем существенную долю данных от детального сравнения. Выбираем запись для линковки, сравниваем компоненты, рассчитываем коэффициент соответствия. Если он меньше нижней границы, то это новый пациент. Если он больше верхней границы, то мы соединяем новую запись с уже существующей. И если мы оказались в серой зоне, то необходимо внимательно изучить данные и, возможно, обратиться к тому или иному лечебному учреждению, которое поставило эту информацию для перепроверки поступивших данных. И вот примерно так выглядит статистика по результатам работы этого алгоритма. То есть в нашем случае вот этот вес между 20 и 25 это серая зона, все, что слева, другие пациенты, справа это привязка к существующим пациентам. Разброс весовой, видите, порядка 100 в нашем случае. После того, как мы установили, что мы получили данные об одном и том же пациенте, начинается самое интересное. Начинается уже как раз таки работа специалиста в области медицинского кодирования. Мы должны осуществить перекрестную проверку данных. Действительно ли вот по имени, фамилии, адресу и этим показателям сведенные данные воедино с точки зрения медицинской относятся к одному и тому же диагнозу или к двум разным? К одному и тому же пациенту? Или, может быть, результаты медицинские настолько противоречат друг другу, что становится понятно, что несмотря на то, что Иван Иванович Иванов у нас вроде как абсолютно еще и родился в январе одного и того же года, и мы только где-то, может быть, в дне даты рождения обнаружили отличие, которое привело к тому, что он задокументировал как один пациент, все-таки следует его разъединить и документировать как два разных человека, хотя зовут одинаково и живут еще, к тому же, оба в Москве. Это первая проверка. А дальше, после того, как таким образом мы уже определились с личностями и диагнозами, мы должны выбрать лучшую информацию. Из тех самых пресловутых десяти сообщений про одного и того же пациента мы должны в эпидемиологическом регистре иметь сводные данные. У нас один человек с одним диагнозом, то есть у нас один диагноз, по нему десять записей, в которых, вообще говоря, не всегда стоит одно и то же. Часть полей пустые, где-то в одних сообщениях, в других они заполнены. Часть полей заполнены и там, и там, но при этом не всегда одними и теми же значениями. Соответственно, задача уже сотрудника регистра при анализе этих данных, либо вручную, либо при помощи соответствующей поддержки технической, с помощью уже существующих в системе алгоритмов, принять решение. Вот мы видим, у нас две записи по каждому из пациентов и, соответственно, есть ряд полей, в которых несоответствие поступивших данных идет. И здесь уже нужно принять решение, какое из этих значений будет в сводной объединительной записи для уже предоставления статистической отчетности фигурировать. Это наиболее сложная задача, которая, на мой взгляд, пока еще абсолютной автоматизации не подлежит. Здесь, безусловно, важен труд кодировщика, который хорошо знаком с правилами Международного агентства по исследованию рака и Европейской ассоциации канцер-регистров. И на основании этих правил, которые мы вчера и позавчера внимательно слушали и даже опробировали на практике, принимает решение о том, какие поля он заполняет, какие он выбирает из поступивших сведений, как наиболее достоверные и наиболее точно отражающие картину и использует их для дальнейшего анализа и публикации. Таким образом, эффективная рынковка данных является основой эффективной и полезной работы канцер-регистра. Спасибо за внимание. Добро пожаловать в Лиду. Если есть вопросы, прошу вас. Если нет, я не знаю, насколько я уважился. А время. Будем слушать коллег-практиков. Большое спасибо, Валентин. Я полагаю, что вы как раз уложились во время, очень четко дали информацию. И это была весьма интересная презентация. Но она также поднимает большое количество вопросов и сложностей, потому что эксперты в регистрации они сталкиваются с очень серьезным заданием, которое зависит не только от их зоны ответственности, не только от них самих. И один из самых больших вызов заключается в том, что нам нужно общее понимание разной информации, информационных систем, которые позволят подобной верификации состояться. Нет у нас стандартизации подходов на сегодняшний момент. И любая информационная система, которая собирает огромное количество данных, цифровых и буквенных, становится очень сложной. И сверка данных как раз очень сложна. Я думаю, что самый большой вызов заключается в создании внутриинституционального механизма и таких условий, которые позволят вам обсудить все эти проблемы на уровне вашего региона. Вам нужно убедить ваших коллег, вам нужно созвать их вместе и объяснить, почему вам нужно сводить эти данные и сверять их. Еще один момент заключается в том, что информационная система сама по себе очень сложна. К сожалению, сегодня технологии, технологии, с одной стороны, к счастью, развиваются. И вам не нужно, так скажем, создавать какую-то супра или суперсистему. Мы просто сегодня идентифицируем механизмы, которые позволяют соотносить и коммуницировать между разными частями системы. Это, с одной стороны, все хорошо, с другой стороны, все это очень сложно, и нам не нужен отдельный человек в каждой организации. Я думаю, что подобная программа может даже существовать на национальном уровне и применяться на региональных уровнях. Вот такая программа сверху. Она может быть автоматизированной. И я думаю, что вы увидите в дальнейшем, что не все зависит, на самом деле, от людей, которые работают в рамках ракового регистра. Очень многое зависит от других операторов этой же системы, которые участвуют в этой системе. Спасибо.